Никогда в жизни Ирина Пименова не могла себе представить, что будет работать следователем. Последовательно распутывать клубок уголовных или экономических преступлений, вооружившись логикой и всевозможными тактиками, шаг за шагом восстанавливать картину преступления, вести допросы, составлять протоколы и строить версии. Но после окончания юридического института именно в следственный отдел привела ее судьба. Суровая реальность нашей жизни, масса преступлений, человеческая жестокость, с которой приходится сталкиваться на работе повседневно, не поглотила. На ее столе всегда свежий букет, а в кабинете детские поделки. Когда столько времени работе отдаешь, непросто воспитывать троих детей. В субботу уходила на работу, оставляла их родители по скайпу, за ними присматривались. Они включат скайп, Максим умел. Максим, надо сказать, вообще у меня самостоятельный, он может и покушать, приготовить. Он оставался вот с Мариной, пожарит яичницу, бутерброд может сделать. Конечно, родители помогают во всем. Следом за дочерью они переехали в Анапу из Хабаровска и привезли сюда старую семейную традицию – фотографироваться возле сакуры. Раньше, когда мы жили в Хабаровске, мы всегда фотографировались на фоне цветущей сакуры примерно в одно и то же время, это в мае. А здесь уже, сейчас мы каждое первое сентября ходим в фотоателье, фотографируемся всей семьей, чтобы оставалась память, какие мы были, какие стали, как мы изменились, как дети выросли. Дети у мамы-следователя дисциплинированные. Максим – будущий футболист, Марина – настоящая фотомодель. Маргарита пока еще совсем кроха. Марина в детском саду гордо рассказывает ребятам, что мама полицейский. Не просто полицейский, а исследователь. Если в саду мальчики будут драться, мама придет и накажет. С детских лет сама Ирина хорошо знает, что такое служба. Она помнит, как редко бывал дома отец, работавший в милиции. Потому и не стремилась в органы. Но так судьба распорядилась. А вот Андрей Николаевич этому рад. Старался привить честность в делах, в отношениях к своим детям, что, в принципе, наверное, и получилось. И мне хотелось бы, чтобы одна из дочерей пошла по моим стопам. Просто я работал немножко в другой сфере. Следствие не касался поскольку-поскольку. Но, тем не менее, я доволен тем, что хоть один ребенок у меня пошел по нашим стопам и добился определенных успехов. Особенно остро не хватало отца, который все время проводил на работе. Сейчас она прекрасно понимает его и как отца, и как коллегу. Каждое дело требует к себе определенного подхода. Где-то придумать, как словами обыграть определенную ситуацию. Как построить разговор со свидетелями, с потерпевшими, с подозреваемыми. В этом определенное творчество, я считаю, есть. Творчество и рутина бумажной отчетности в следствии кажутся несовместимы. Но в редкие минуты отдыха рождаются в душе счастливого человека стихи. Они о детях и радости жить. С таким следователем быть откровенным легко. Она умеет думать и сопереживать. Спасибо.